добрый вечер друзья с вами священник константин ну конечно же позднее время такое один начало 11 уже ночи но может быть я бы уже сегодня не вышел в эфир если бы мне сейчас не начали засыпать вопросам относительно чистый четверг что с ним связано что делать как быть честно говоря те вопросы которые мне сейчас стали задавать немножко меня удивили вроде бы у нас уже языческое время давно давным-давно уже прошло а тем не менее какие-то традиции все равно остались ну в общем ближе к теме спрашивали чистый четверг говорят что нельзя давать в долг накануне вплоть до пасхи нельзя вытирать посуду нельзя всякую всякую тару чистить и тому подобное то есть ну ничего вообще с духовным не связано а вот еще интересный вопрос был говорят еще нельзя гадать начиная от чистого четверга до пасхи но это вообще шок говорят говорят лучше вообще не гадать нужно как тут однозначно определиться с кем вы хотите с богом быть или лукавым что значит раб божий это служитель и и мы или служим богу мы хотим быть богом мы хотим быть с ним в раю или хотим быть в аду и мучиться вечно то есть тут уже не возникает вопроса можно ли гадать или нет нельзя тут надо посмотреть нужна тебе душа или нет если не нужна так ты ее продаешь за бесценок как иуда иуда как мы с вами помним он не переживал а то что вот мира драгоценная на христа вылила марфа он не о том переживал что бедных может накормить из-за того что он вор был иуда принципе в каждом нас есть прямой или косвенный когда человек осуждает примеру вот богачу мог бы свои не просто там летать на мальдива потратить свои деньги на нужно бедным раздать ну давайте критично скажем чуть-чуть победу сильно переживает честно говоря почему не видно как бы вроде все нормально бывает конечно сбой с интернетом с телефоном ну не знаю то есть причастие устанавливает раз повторюсь на тайной вечерей евхаристию берет хлеб и горит это себе тело мои за вас ломи в его сердце поселилась это желание продать за 30 серебриков вообще вот мы редко задумываются с одной стороны 30 серебриков огромная цена за него целое село купили его раба скажем так если бы думаю иуда попросил гораздо большему не ценили более но и не хотели как мы видим и не приняли более по своему скудоумию свои алчности свои боязливости то есть вот такой животный страх потерять свои места что соединение с ним посредством причастие в этот день мы должны не только искупаться как многие горят нужно искупаться в первую очередь физически а в первую очередь искупаться душою прийти в храм поисповедаться достойно подготовиться к исповеди причастия соединиться с господом чтобы более в достойном состоянии души и тела подошли встречи с пасхи самым главным праздником всем праздником светлого христового воскресения храни вас господь с вами был священник константин мальцев ангелос хранителя вам ко сну отправка в мальцев гар wifi за пола их